Добрый день дорогие зрители, это игровой канал М029 и вот уже 10 выпуск ушу приемов, сегодня разберем такой вот опенинг раундхаус кик или удар с разворота или вертушка, тут пожалуй все достаточно понятно, поэтому перейдем к более детальному описанию, но прежде я скажу что ближе к концу видео я буду говорить о дальнейшем движении канала и задам вам вопросы, так теперь по теме, прием средней сложности, так как здесь не слишком много задействованных мышц, да и комбинации на второй ход более чем быстро понятно, тем более что на первом и втором ходу уроки сложно использовать в дело, а значит уже минус 6 джоинтов, дальность в средне, но возможно есть вариации с высокой, но скорее всего вам придется что-то менять на самом первом ходу и это хорошо, при стоковых действиях достать врага вы сможете только на третьем ходу, после первого удара, вас перекрутит так, что сила будет равна среднего показателя, может даже и ниже, но достаточно для удара без опоры, скоростью опенинг также не приставит, но где-то тоже средняя. Первый ход, вы поворачиваетесь и затем идете по инерции вплоть до 180 градусов, второй ход, левую ногу вы поднимаете в бедре, а другую опускаете назад, получается картина, будто торс перевешивает и извлекает за собой правую ногу, которая служит боевой частью вашего первого удара. Третий ход, вы конечно можете сделать какое-то другое действие, но с высокой вероятностью вы подставитесь, еще могут получиться попытки блокирования, но в основном вас просто вынесет к врагу откуда-то снизу что ли и так вы сможете сделать хороший удар руками, правда при этом учтите, что и вы сможете подставиться. Универсальностью также особо не блещет, вот на втором ходу есть еще варианты, к примеру, если вы видите, что опытник врага вам явно не по зубам, то можете чуть назад отойти для чаржа с попытками не сильной контратаки, ну как контратаки, выставите руку по траектории движения самого врага или его ударов, но в крайнем случае можете отпрыгнуть от него, правда это уже будет на третьем ходу. Выход хороший, если враг отпрыгнет, то при варианте с вашим вращением вы выйдете головой туда, где раньше был ваш оппонент. Движение вполне возможно продолжить и перейти на атаку ногами. Опенинги на первом ходу вас скорее всего порвут, так как руки слишком высоко, чтобы защитить ваш шторс. Второй ход все-таки уступает эффективностью по самим действиям, причем не только в боевом плане, но это не значит, что его нельзя как-то доработать, хотя вот переходы на маневр и защиту достаточно неплохи. Уязвимость в основном представляется в виде не очень удобной стартовой позиции и плохими возможностями для дальней атаки. Дальше у нас будет 4 реплея игры по данному опенингу и после них будет фоновый бой и уже с другими темами, о которых я буду говорить. Так, играем против черного пояса. Раундхаус кик против спинчарж, правда он свой опенинг уже не однократное количество раз использовал, с одной стороны это может быть неправильно, а с другой стабильные игроки, на которых удобно делать видео с пробы всяких других опенингов. Итак, я знаю, что мой враг сейчас будет делать, поэтому я ориентируюсь на среднюю дистанцию. Своим ударом в любом случае достану, учитывая, что его опенинг еще и сокращает немного до меня дистанцию, то самое недостающее расстояние, чтобы дотянуться своим ударом, хотя бы краешком тапка. На третий ход оказываемся почти в равных условиях, только я вот немного по очкам лидирую, а он по позиции, а понять это я могу по его тени и соприкосновению руки с землей. Он сделает быстрее удар, чем я, в чем я потом и убедился. Конечно, я ушел от верхнего удара, но не ушел от нижнего. Здесь я проиграл, так как я оказался в ножницах в виде ног. Итак, здесь мы играем против базового котового кекике пояса. Че за... Вообще игру шикарной попался, так как против него интересно играть из-за хороших опенингов и высокого уровня импровизации. Вот с таких вот игроков надо брать пример, вдобавок он еще и в часть себя крайне хорошо ведет. Здесь оппонент делает какое-то странное действие, из-за чего я понимаю, что дело может запахнуть жареным по причине моих стоповых движений. Поэтому я решаю сделать пас врагу, чтобы посмотреть, что он сделает. Мой ход это готовность прыгнуть или отпрыгнуть. Опенинг оппонента, как мне показалось, оказался изначально полупассивным что ли. На четвертый ход я делаю ошибку, из-за чего я решаю быстро слинять из-под оппонента, что вполне возможно. Все-таки я хотел приду к нему, а получил, чтобы то ли подставляюсь, то ли делаю финт. Но все равно вышло так, что я бы подставился. Однако при этом он сам поймал мою ногу. Я стал лидером по счету, правда тут важно у кого что первее долетит до земли. Увы, с ногой я ничего сделать не смог, чтобы хотя бы приземлиться на тапок, ну там, оттолкнуть ее как-то. Итогу, с меня нога, а с него рука с головы. Здесь у нас черный пояс, который также решил воспользоваться спин чаржем, то есть мой первый ход стандартный. А вот второй не очень, я ушел вниз, хотя на самом деле немного запутался в мышцах. Удар прошелся чуть ли не в миллиметрах от головы. Страшное осталось позади. Сейчас враг может сделать удары руками или ногой за счет инерции, хотя с его положением лучше всем бить, чтобы сделать щит из конечности. В моем же случае лучше либо сделать очень быструю атаку на касание, либо как-то защититься. Грамотный ход я составить не успел, поэтому поменял минимально позицию, но так вышел, что враг просто врезался в мой тапок головой. Немного неожиданно, но да ладно. И воля случая, что я воспользуюсь инерцией врага. А нога у меня словно пика, на которую я его насадил. По мне так получился забавный раунд, в котором ни я, мой оппонент не отличились. Но зато прикольно. Снова Котопояс. Первый ход и я понимаю, что мой опент здесь имеет маленькие шансы. Так как по движению врага ясно, что он скорее всего вытянет ноги и я просто упрусь в них и сам еще на что-нибудь нарвусь. Я решаю сделать удар на среднюю дистанцию, но без продолжения. Но получилось еще лучше. Я просто задеваю врага. Увы, без всякого урона, но я его оттолкнул и прорвал его опенинг. Что по-моему мне неудачно. Далее на четвертый ход группируюсь и еще более выгодное положение для сокращения дистанции. Почти сразу нахожу достаточно хороший прыжок. Это когда я наклонен в сторону врага и подо мной нога. А инерция на вращение очень маленькая и контролируемая. Пятый ход это корректировка действий на прыжок. Шестой ход мы прыгаем на врага. Я выбираю такой маршрут, чтобы выйти на кота вперед ногами. Движение у меня получилось более чем удачное. По поводу врага я не очень понял, что он хотел сделать. Возможно он просто ошибся в действии, или хотел организовать защиту в воздухе, зная, что я атакую. Я подлетаю и мне удается сделать выпадка врагу в район шеи. Его попытка взять ногу почти удалась, однако все-таки задеваю касанием голову. Но все равно нахожусь в захвате и меня могут атаковать в любой момент. Далее я просто импровизирую. Четкой тактики нет. Правда тут и будет видно, что оппонент не смог взять голову рукой. А значит и атаковать рискованно. Это дисквалификация. Но ему еще надо что-то сделать, а мне в свою очередь пресечь эту попытку. На тот момент я думал, что руки нужно держать ниже для защиты торса и головы против вражеского захвата. Ну и это как ни странно сработало. А так моя масса выше, за счет отсутствия головы оппонента. То есть мне проще оставаться на месте и манипулировать местоположение врага. Ну ему соответственно проще перемещаться вокруг меня. А если вообще, то я его выиграл и он меня. Вообще мне понравился с ним бой. Сыграл бы еще, ведь с хорошими игроками приятнее играть. Ну а на этом по реплеям все. Не спешите переключать, на этом видео не заканчивается. Это часть видео чисто как фон. Бой с тем же супер игроком и здесь уже другой опенинг, но это не суть важна. Далее у нас идут ответы на вопрос, а для чего же эти 10 роликов? Ну или вы еще скажете, зачем я показывал этот опенинг, которого особо ничем не блещет, да еще и побеждать мы будем реже, чем теми, которые я показывал ранее? Ответ весьма прост. Я не ставлю целью сделать или показать самый эффективный прием по вушу в Торибаш. Моя задача показать основу с чего можно начать ваши шаги в Тори, в вушу. То есть Торибаш это про прощупывание правил игры, а не зацикливание на увиденном. Если вы нашли более удачную комбинацию в десятом опенинге, то это будет означать, что вы немного продвинулись вперед и уловили немножко суть моих роликов по опенингам. А суть именно в поиске тех самых движений, нужных вам. Причем если вы обратите внимание на данный принцип поиска, то он свойственен и многим другим играм. Да и вообще, что там мелочится. Это как план в программировании, но упрощенный гораздо. Если вам будет интересно и вы напишите по данному аспекту, то я сделаю отдельно ролик для этого, и это будет лишь мое мнение. Само собой к этому моменту, когда появится подобное видео, будет написан текст, внесено множество правок, разных источников, а мнение всячески изменится, дополнится, улучшится. Теперь тема здесь о дальнейшем продвижении моего канала. По актуальности, по времени не имеет ограничений, поэтому ваши адекватные комментарии по данному вопросу будут весьма нужны. Все время. Итак, вот я уже выпустил 10 серию по приему ушей, мог бы сделать еще столько же, и гораздо больше. Однако нужно двигаться дальше. Есть еще много всяких разных тематик, которые будут более актуальны и более полезны зрителям моего канала. Причем как новым, так и тем старикам, которые давно уже осели в Тарибаше. Поэтому я не могу зациклиться лишь на опенигах одного мода с его мало, чем отличающихся под видами. Тем не менее, если вы, зрители, захотите, чтобы опенингов по ушу, мушу и буршу было больше, то напишите обязательно в комментариях. Но только учтите, что десяток опенингов это предел. Если конкретнее, то я могу выпустить 11 опенинг, но дальше продолжать буду по такой же схеме. А именно, если вы напишите, то я и продолжу. Итак, по вашей просьбе появятся ей 12 и 13 и вплоть до огромной базы действий по ушу. Также это относится и к другим разным темам. Еще важно, чтобы вы написали, что именно вы бы хотели видеть по Тарибаше, ну или вообще у меня на канале. Вы пишите, я снимаю, делаю. Затем появляется видео, которое вы бы хотели. В результате мне нравится, что вы пишите, а вам то, что я снимаю. Так канал будет быстрее расширяться. Если вам, зрителям, нравится данный канал, то не стесняйтесь задавать какие-то другие вопросы и делать различные предложения по каналу. Конечно же, в рамках приличия, а как же без них? Это у ботаника на канале можно поливать монитор, а у меня тут все серьезно. Также я постараюсь сделать каждый десятый выпуск из одной тематики особенным. Хотя бы немного, но ролик будет выделяться среди остальных, прям как этот. Далее у нас какие вопросы и предложения были ко мне. До момента создания данного ролика поступили следующие вопросы. Почему у тебя нет опенингов айкидо? Или хотелось бы АБД уроки? Ответ таков. Ну, первая причина. Это то, что канал новый и сразу все на нем не появится. Нужны темы, сценария, видео и так далее. Если вы хотите, чтобы на данном канале очень быстро появились видео вплоть до одного в день и выше, то словами тут не поможет. Если вы хотите, чтобы это было уже сейчас, то и нужно сделать для этого что-то. Скажем, репост видео или еще что-то. Материал какой-то, неважно. Вторая причина. Это то, что лишь один человек заинтересовался данным вопросом. Если вы действительно хотите айкидо или еще что-то, то делайте опять же тот же репост, где-то в ВК или там в Фейсбуке, неважно. Чтобы было, скажем, уже пять человек и более, то тут да, уже надо задуматься, чтобы сделать айкидо и начать снимать по нему уже видео, писать текст и так далее. Но это хорошо, ведь и где один человек, там есть и второй. То есть я обращу на это внимание, но не позднее начальных туториалов. Третья причина. Это популярность канала. Дальше в списке будет поверхностный обзор. Данное видео будет более актуально, чем АБД и айкидо. Хотя бы потому, что это видео менее специализированное. Но если хотя бы десяток человек появится, то можно в принципе и на айкидо перейти пока временно. Что касаемо туториалов, которые я буду снимать. Первая видео, как я сказал, будет вводная, то есть обзор. Далее я потихоньку буду углубляться в игру, рассказывать, что как и почем. Дело это достаточно не быстро, так как это требует много времени. А именно создание достаточно эффективных видео по обучению. Исключено, что я буду делать несколько вариантов видео для одной и той же темы. Мне важно, чтобы игрок, пошедший на мой канал, вышел со светлой головой и правильным отношением к игре. Все-таки я преследую много целей, когда создаю подобные обучающие ролики. Далее я в конце концов и дойду до темы смысла самих этих опенингов, которые я начал снимать. И то, как читать мои схемы. А также еще то, что нужно сделать после самого опенинга. И многое другое, вплоть до фаржи, создания модов и так далее. Ну и пожалуй на этом все. А с вами был развлекательный игровой канал М029 и будет дальше. И всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, поддержите мой проект. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok